Здравствуйте! Очередной супчик. Без мяса не значит не вкусно. Сейчас вообще такое изобилие овощей, что грех не приготовить супчик. И чем больше овощей, чем супчик вкуснее. Можно сочетать, вообще не сочетать, массу, все овощи какие есть, понемножечку, по одной морковочке, цукини, кабачок, брокколи, цветную капусточку, помидоры, огурцы, в общем все что есть. Кладем понемножку и у нас получится роскошный суп. Я взял маленькую капусточку, брокколи, малюсенькую цветную капусточку, помидорки черри, чеснок один большой, весь он туда пойдет, перчик красный, баклажан, морковку, корень петрушки, цукини, основное доминирующее это лук-порей, грибы, картошку, горошек зеленый, фасоль зеленую стручковую, петрушку, взял банку оливок зеленых. На самом деле, друзья, конечно же и глупость сказал, про сочетать несочетаемые, все эти продукты прекрасно сочетаются. Особенно в таких супчиках. Супчик получится густой, вы совершенно не будете скучать по сытости. Сегодня я решил приготовить суп без паприки копченой, хоть я ее очень люблю, и она придает такую плотность блюдам, такой вот сытость, мясистость, если хотите. Сегодня решил сделать без нее будет почти диетический супчик. Возможно даже диетический, мяса там нет. Чеснок добавлю для плотности вкуса, всю головку, но поскольку он будет сварен в супе, такого вот запаха неприятного не будет. Петрушку порежу. Вообще, если овощи помыты, почищены и порезаны, то суп варится 15 минут. Курим петрушки. Морковочку. Гальчик сладкий отправлю к картошке. Главный ингредиент лук-порей. Не беда, что его много. Многие делают из всех этих продуктов, делают суп-пюре. Но мы сделаем немножко пюре из картошки. Половину картошки я поставил вариться, а половина здесь, она будет целенькая для украшения нашего супа. Кусточку тоже разберу. На, вот такие вот. Такое соцветие пополам. Будет украшать. Можно прекрасно сделать такой супчик, знаете, друзья мои, с бруссельской капустой, получится вообще роскошно. Роскошной красоты с супом. Ну и точно так же. Просто потом, когда я начну готовить, мне никогда будет отвлекаться на подготовку. Это очень обидно, что какая-то часть овощей переварится. А я не люблю их долго варить. Ну и мне осталось, друзья мои, почистить чеснок. Так. И практически мы готовы. Я включаю плиту. Обжариваю зубчик чеснока. И говорю по телефону. Сюда я налил подсолнечного масла. Немного оливкового добавлю. Обжарю сначала зубчик чеснока. Лук. И морковь сразу можно. И корень петрушки. Куда же. Уже пахнет вкусно и красиво. И так. Уже красиво и пахнет вкусно. Нау.. О-о, у меня рук следовел. И я добавляю это до нашей грибы. Если у вас они крупнее, подержите их наполовинке. Обжарим полминутки и добавим все остальное. Наша картошка и перец. Я добавлю вообще все сразу. Капуста. Это будет густой суп. Хорошек мой зеленый. Фасолька зеленая. Сукини с баклажаном. Баклажан я почистил, потому что он был у них подмороженный где-то сверху. Это все равно осядет. И добавлю я сюда банку зеленых оливок вместе со своим рассолом. Вот так. Это красиво. Добавлю помидорки свои. И чеснок, который я натёр на крупной тёрке. Так. Теперь осталось сделать за специями. Мы же готовим диетический супчик. Много перца я добавлять не буду. Добавлю кинзы, зелень немножко. И добавлю базилика. Да, кстати, талецкие травы добавлю обязательно. Где они у меня? Вот они у меня, талецкие травы. И немного из толку, но зёрен 10 чёрного перца. Крупно-крупно. Так вот, просто разомну. Да, крупненько. Кто скажет, что это не суп, пускай первым просит в меня камень. Я наливаю воду из чайника кипяток. И всё-таки эту свою картошку я помню. И добавлю в суп. Добавлю в суп. У меня там совсем нет места. Ах да, друзья мои, мне очень повезло. Как-то с оказией я купил, мне повезло. Вот такое грани де соли. Средиземноморское. Тут 90% сыра тёртого. Очень пахучего. Базилик и вяленые помидоры. И всё это мелко-мелко порублено, измельчено и перемешано. И я это добавлю обязательно в свой суп. Такое пахучее. Добавлю я сюда столовую ложку. Очень ароматно. Очень украсит. Оно сейчас-то пахнет. Представляю себе, каково будет в супе. Да. Ещё немножко. Ну ладно, 2 столовых ложки. Ну вот, друзья, мой супчик закипел. Варю его 10 минут и выключаю. И там он уже в кастрюле сам доварится. Потому что довольно долго держит эта кастрюля тепло. И температура будет довольно высокая. Он будет продолжать вариться. Поэтому не надо его переваривать. Чтобы это всё превратилось в размазню. 5 минут у меня суп кипел. Я его выключил. И ещё, считайте, минут 5 он доходил. Вот остановилось степенье. Но он практически готов. Сейчас мы его будем пробовать. Я полизал себе пару листиков базилика. Положу в кастрюлю. Друзья, конечно же, я зря паниковал. Получился шикарный суп. Овощи отдали свой сок. И он стал таким жиже. А поначалу они заполняли всю кастрюлю практически. Суп получился роскошный. По мне так прекрасно. Просто замечательный суп, друзья мои. Такой откровенно грибной вкус. И не спутаешь ни с чем шампиончики. Но если у вас есть какие-нибудь сухие грибы, то с ними будет вообще роскошь. А если белые сушёные, это фантастика будет. Да. Мы сделали вот шампиньонами. Шампиньоны, маслинки. Ничто не пропало даром. Каждый овощ внёс свой вкус в копилку этого супа. Просто роскошный. Шикарный суп. Точно как я люблю. Если вы любите чуть помягче овощи, поварите чуть дольше. Ну, я бы назвал его диетическим, да. Тут ничего такого особого нет. Острого нет. Не пересолено. Уксуса вообще нет. Кислота там в основном за счёт этих помидорки выпустили. Черри мои маленькие вот эти вот. Поэтому, друзья мои, готовьте супчики овощные. Не бойтесь бросать все овощи, какие соберёте. Понемножечку. Это получится недорого и очень вкусно. И постно. Кто постится. Желаю вам доброго здоровья, счастья, мира. Всего самого-самого наилучшего. Любите друг друга. До свидания.